В универсальном спортивном комплексе Подмосковья прошли соревнования по легкой атлетике в рамках регионального этапа всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов Московской области. Участие приняли более 20 команд 2010-2011 года рождения со всего региона. Сегодняшние соревнования нацелены на то, чтобы выявить сильнейшие и талантливые спортивные школьные клубы. О том, как проходит соревнование, расскажут сами участники. Проходит хорошо, все хорошо организовано. Стафета мне понравилась. Хорошо пробежал, считаю. Очень круто. Интересно побороться все-таки, попробовать свои силы с другими участниками. Все-таки интересно. Соревнования среди школьных спортивных клубов проводятся ежегодно. Программы проведения их включают в себя спортивные и конкурсные виды программы, среди которых баскетбол 3х3, дзюдо, регби, пляжное, спортивное ориентирование и другие. Обязательными являются легкая атлетика и брейн-ринг. Каждая команда должна принять участие не менее чем в пяти видах спортивной программы для юношей и для девушек. Ребята соревновались в беге на различные дистанции и выполняли легкоатлетические эстафеты. И, конечно, активно поддерживали друг друга. Те крики поддержки, которые сегодня и с трибун, и от зрителей, и от родителей, и от сопровождающих наставников, ну и от детей друг друга говорят о том, что эстафета, легкая атлетика и вообще любые соревнования всегда очень интересны подрастающему поколению. Но более того, это не просто развлекательное сейчас мероприятие у нас здесь идет, это еще отборочный этап на всероссийский уровень. И я уверен, что традиционно команда из Московской области достойно покажет результаты и принесет нам какую-нибудь победу. По итогам регионального этапа всероссийских соревнований среди школьных спортивных клубов Московской области в финальных соревнованиях, которые пройдут в Люберцах, примут участие в восемь команд. Среди них Щелковская школа номер 12 имени Чкалова. Евгения Корытько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.